Всем привет, это Фиши, и сегодня на стриме мы снимаем реакцию на пони-страшилку Снеговик. Прикольный Снеговик, кстати. Так интересно его сделали. Ладно, давайте-ка начнём. О, боже. И времени на выполнение давали буквально до утра. Официальную работу тоже никто не отменил. Серьёзно. И к тому времени, как появился... Весоковыжималки нельзя... Я уже испытывал на себе все симптомы хронического недосыпа. Я не на шутку развел себе полезные скиллы на сон в маршрутках, автобусах и метро. От того, чтобы не вырубиться прямо за компом, меня спасали только кофе и сигареты. В конце концов, я завёл привычку несколько раз в час бегать курить на балкон, чтобы хоть немного прийти в себе на холоде. В один из таких перехоров я увидел снеговика. Я готов был поклясться, что в прошлый раз его не было. На часах был четвёртый час утра. Ну что, кто-то слепил. И если какая-то компания забрела в наш двор, со своего второго этажа я бы точно это услышал. Более того, снег вокруг снеговика был абсолютно чистый, без признаков каких-либо следов. Вообще-то куча следов. Не знаю почему, но я почувствовал себя очень неуютно. Как будто кто-то действительно сверлит меня ледяным взглядом. Очень хотелось отвернуться. Да что там, закрыть за собой балконную дверь. И для надёжности задёрнуть все шторы. Рациональная часть меня не желала отступать перед примитивной поделкой снега. Поэтому на зло всему человечеству я устроился на снеговиках. Снеговик, снеговик, непропорционально... Зло всему человечеству. Но с морковкой. На голове перевянутая ведёрка от попкорна. Разве что глаза у него были довольно странные. Как будто из тёмного стекла. Свет фонарей. То и дело отражался в них ярким бликом. Я со злостью затушил окорок, вернулся к работе. Понадеявшись, что завтра урод составляют со землёй соседские детишки. Однако на балкон в ту ночь я больше не ходил. Дальше дни потянули своим чередом. Работа в офисе, работа дома, сон урывками. Я даже привык к дурацкому снеговику, который так и остался стоять. Чему он тебе мешает, господи, снеговик? Они как будто сторонились его. А когда до Нового года оставались считанные дни, что-то изменилось. Сначала я не мог понять, что именно. Но однажды ночью меня осенило. Снеговик стал ближе. Я точно помнил, что когда я увидел его в первый раз, он стоял возле детской площадки, а сейчас торчал под клёном, метром в двух от неё. Но это же бред. Кто стал бы двигать снеговика? Однако навязчиво она воспиталась в меня, как комар. Я постарался как следует запомнить место, где тогда стоял снеговик. И каждый раз, выходя на балкон, сопоставлял свои наблюдения с реальностью. В конце концов, мне пришлось признать, что он действительно перемещается. За ночь он преодолел около метра. Неужели это соседи так странно подшучивают только над другом? Собя из потенциальных объектов этих шуток я исключил сразу же. Во-первых, потому что живу в этом доме сравнительно недавно. А во-вторых, потому что так и не успел ни с кем достаточно познакомиться. Даже для того, чтобы просто откивать при встрече. Но я явно поторопился с выводами. В ночь с 30 на 31 декабря, где-то около полу ночи, я вошел на свой первый ритуальный перекор. И тут же встретился взглядом со снеговиком. Он стоял прямо под моим балконом, А рука ветка указывала точно на меня. За снеговиком угадывался четкий прямой след. Будто что-то волочил по снегу. Я с трудом сохранял видимость спокойствия. Ведь если объектом шуточек стал именно я, то наверняка сами шутники находятся где-то поблизости. И наблюдая за мной, я спокойно докурил и ушел в комнату, приложив немалые усилия для того, чтобы не оборачиваться. В следующие несколько часов я старательно боролся с желанием сходить на балкон и посмотреть. Зачем тебя смотреть на него, господи? Хотя развязка наверняка предполагалась самой предсказуемой. Скорее всего, меня должны были встретить полное отсутствие снеговика и зловещее приоткрытие дверь в подъезд. Да, конечно. Так оно и случилось. Когда любопытство наконец-то победило, о снеговике напомнило только валявшееся внизу витро от попкорна, служившее ему шляпой. Признаться, я был немного разочарован. Потом я вернулся к работе и прилежно переводил инструкции для микроволновки. До тех пор, пока не почувствовал, что ужасно замерз. Я проверил все окна и отправился на кухню, чтобы сделать себе кофе. Внезапно лампочка под потолком несколько раз мигнула, как будто собиралась перегореть. Я поежился. Не столько от неожиданности, сколько от того, что в квартире стало ужасающе холодно. Дыхание вырывалось из моего рта улочек витар. Лампочка снова погасла, и квартира на несколько секунд погрузилась в темноту. И тут снеговик. Мне вполне хватило для того, чтобы услышать, как скрипнула ходная дверь. Ходная дверь, которую я запер на замок. Когда свет снова загорелся, на нервном проеме стоял снеговик. Теперь на его карикатурном лице помимо стеклянных глаз и морковки появился рот. Глубокое отверстие, утыканное ледяными иглами. Пасть снеговика растянулась в подобии ухмылки, и он медленно двинулся ко мне. Руки витки изгибались, и больше напоминали щупальца. Отступать было некуда. Я ужался в стену и с ужасом взирал на приближающееся чудовище. Не в силах поверить, что все происходит на самом деле. Такого просто не могло быть. Снеговик быстро преодолел разделяющее нас расстояние и попытался вцепиться в мою руку. К счастью, из тупора меня вывел закипающий чайник. Машинально я схватил чайник и выплеснул на снеговика все содержимое. Раздался жуткий виск, и снеговик начал очень быстро таять. Скоро от него осталось только мутное лужи и несколько осколков черного стекла. Странно, но температура воздуха сразу же пришла в норму, а я почувствовала резкую боль в предплечьях. Снеговику все-таки удалось зацепить меня. Я как мог перемотал полотенцем глубокие царапины и вырубился прямо там же на кухне. Я пришел в себя только на следующий день. О праздновании Нового года не могло быть и речи. Сил у меня хватило только на то, чтобы убрать осколки и вытереть лужу на полу. Никаких следов снеговика не было. Дверь была заперта, а вода на полу явно была из валявшегося чайника. А порезался я, скорее всего, осколком собственной чашки. Неужели это все последствия недосыпа? Додумать мне не удалось, потому что на меня навалялась жуткая усталость. И следующие две недели я провалялся жуткой простудой, последствием частых курений на балконе. С тех пор прошел почти год. Все события прошлого декабря я списал на перенапряжение и пообещал себе в прейс спать хотя бы по 6 часов в сутки. Но с тех пор, как выпал снег, выполнять свое обещание мне становилось все тяжелее. Нет, не из-за работы. У меня в квартире ужасно жарко. Я буквально обливаюсь потом и не могу сомкнуть глаз. Распахнутые Насте шокно уже не помогают. И если днем я еще могу как-то концентрироваться, то ночами я только и делаю, что представляю себе лед и бескрайние снежные равнины. Несколько дней назад я не выдержал и вышел на улицу. Светила луна. Было, наверное, около трех ночи. Окна в окрасностях многоэтажки были темны. Я шел, наслаждаясь прохладой, пока не оказался перед домом, где на третьем этаже горел свет. Там я остановился и просто стоял несколько часов, пока свет не погасили. На следующую ночь я снова пошел к тому дому. Мне удалось разглядеть молодую женщину. Нет, даже девушку, сидящую за компьютером. Она, кажется, чему-то улыбалась, а я не мог оторвать взгляд от ее окон. Однажды она, кажется, что-то почувствовала, потому что распахнула окно и взглянула наружу. Но я стоял в тени и остался незамеченным. Следующим вечером я увидел, как она наряжала елку. Как загибнотизированный я стоял во дворе, не смея даже пошевелиться. Снег падал и падал. К утру оказалось, что он почти полностью покрыл меня, а я даже не заметил. Я стыдом поставил двигаться онемевшие конечности и попрел домой. Я не знаю, что со мной происходит, ничего не могу с собой поделать. Каждый вечер я даю себе обещание никуда не ходить, спокойно смотреть телевизор или читать книгу, позвонить своей девушке, с которой уже не разговаривал целую неделю, но едва на город опускается ночь. Меня охватывает непредалимое желание пойти во двор и стоять, глядя на освещенные окна третьего этажа, постепенно пробираясь все ближе и ближе. Все чаще я ловлю себя на мыслях. Короче, он стал снеговиком. Филя, успокойся. Давай. Короче, да, чувак стал снеговиком. Отлично же. Так это снеговик зомби, что ли, был? Извините за кота, он, походу, тут от скучноты на руки лезет, я не знаю. Ладно. Это довольно-таки прикольная страшилка, вот разве что мне не понравилось то, что вот эта огромная надпись была сбоку, она мешала. И в некоторые моменты там, где можно было хотя бы что-то вставить, там был просто чёрный экран. Ну, такое себе. Можно было бы туда хотя бы что-то поставить. Ладно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok